Всем привет дорогие нажиманы! Как только я увидел этот нож, я понял, что я его хочу. Да, это была любовь с первого взгляда. И отдаться в полной мере букету чувств этой любви я мог до недавнего времени, пойдя двумя путями. Первый путь это покупка оригинального ZT0427 за немаленькие деньги. И второй путь покупка китайской реплики на кастомный нож Дмитрия Синькевича. Да, именно он является потрясающим дизайнером этого потрясающего ножа. Кто не знает, кто такой Дмитрий Синькевич, ну вспомните нож, нашумевший нож темный. Вот это тоже он. Но недавно появился третий вариант. Покупка вполне себе бюджетной китайской реплики на ZT0427, собственно которым я не раздумывая и воспользовался. Ну и давайте смотреть, что же мне пришло с магазина Алиэкспресс. В этот раз нож купил я сам и получил собственно тоже я. Ну многие думают, что мне китайцы высылают более лучше сделанные и лучше собранные ножи. На самом деле это не так. И даже на примере этого ножа вы поймете. Есть тут небольшие некритичные изъяты. В общем-то, как сделали реплику китайцы. Не буду вдаваться даже и не вдавался в подробности, из чего сделан оригинал. Давайте до оригинала нам далеко. Давайте смотреть, из чего сделана реплика. Рукоять ножа сделана из G10. Причем из G10 она сделана полностью. Я имею ввиду обе накладки. Как вот это, так и это. Хотя здесь кажется, что это карбон. Нет, это даже не G10 ламинат. Это G10 текстурированная под карбон. И так же, как на оригинале, да, я имею ввиду с таким же рисунком и такого же цвета сделана G10 коричневая. И накладки прикрывают стальные лайнеры. Причем посмотрите, как довольно интересно. Здесь лайнеры погружены в G10. Потом они из нее выныривают. И идут вот с такой насечкой вровень с бэкспейсером. Бэкспейсер тоже сделан из G10. И вот здесь на брюшке они обратно заныривают в G10. Стальные лайнеры, кстати, облегчены. Облегчены, облегчены. Они внутри высверлены. Скорее всего, не сильно хорошо это будет видно. Но, тем не менее, сделаны высверлены отверстия. Примерно довольно крупное отверстие вот в этой части рукояти. Что ножу не сильно помогает. Нож не очень легкий. И нож очень и очень здоровый. Вы посмотрите, как это все дело лежит в моей руке. Кстати, лежит в руке очень и очень хорошо. Нож вообще потрясающий. Как с точки зрения эргономики, так и с точки зрения утилитарности. На самом деле, очень приятно и очень результативно он режет. Но к резу мы вернемся потом. Сейчас давайте закончим с рукоятью. А, вот, кстати, вот так вот видно, как она облегчена. Вот они высверлены отверстия. Сейчас, как мне кажется, нож расположен под хорошим углом. И вот на этой части их хорошо видно. Замок-лайнер-лок на ноже. На начало пяты клинка он не заходит. Ну, как сказать, в принципе, да. В первой половине пяты клинка. Клинок у ножа стоит, в принципе, по центру. Что мне не понравилось изъяны. Вот какие-то нож мне достался с небольшими сколами на обухе. Но они, конечно, здесь закрашены. Поэтому, в принципе, сильно не заметны. Кстати, да. По всей видимости, это покрытие не очень стойкое. Конечно, не DLC покрытие чёрное. Оно со временем, и я думаю, быстро слезет. И покрыто этим покрытием, как вы видите, все лайнеры, да. Вся поверхность лайнеров, клипса и обух ножа. Причём обух с небольшой частью голомей не получается. Получается, что так. Почему покрытие не стойкое? Это заметно по винту. Его один раз закрутили. А вместе проточки под торкс это покрытие уже слезло. Ну, давайте посмотрим на клипсу, да. Которая покрыта, как я уже сказал, тем же покрытием. Здоровенная клипса. В меру жёсткая, в меру эластичная. Клипса просто, я бы даже сказал, замечательная. Очень легко сажается одной рукой даже на шорты этот нож. Да, вполне уместен. Как для меня, вполне уместен. И, да, держится эта клипса на двух бонках. И двух винтах. Винты, понятное дело, вкручиваются в стальной лайнер. И оснащён нож темлячным отверстием. Ну, как по мне, темлячное отверстие, оно, конечно, большое. Но в плане ширины, в плане длины, я бы даже сказал, в плане ширины не очень. Но, тем не менее, протиснуть туда можно будет паракорд. Правда, его придётся сплющить. На этом, пожалуй, с рукоятью что и закончили. И давайте перейдём к потрясающему клинку. Клинок открывается за плавничок. Ну, вот посмотрите, какая небольшая пита у клинка, предназначенная для замка лайнера. Да, вот так она выглядит. Таким образом она обработана. То есть, фактически у нас фиксируется клинок лайнером с помощью вот этой поверхности плавничка. И вот за такой плавничок с насечками клинок открывается. На подшипниках сделан нож, поэтому с механикой здесь полный порядок. Ну и, конечно же, сам шикарный клинок. Я по-другому это назвать не могу. Просто он крайне необычной формы, агрессивный такой. Не знаю, мне он напоминает какого-то крокодила. Или, может быть, даже орла, ястреба. Вот просто агрессивной, необычной, шикарной, я бы сказал, формы. Так же, как на оригинале здесь сделана вот какая-то такая полосочка, которая слегка повторяет. И несколько асимметрично она нанесена, вот выделяет формы клинка. Фальш-лезвие сделано на клиночке. Причем, обратите внимание, что фальш-лезвие более грубой обработки, чем поверхность спуска. В прямые спуски имеет клинок, он 4-х миллиметровой толщины, прямые спуски. И сведен, кстати, ну не очень толсто, 0,5. На каждый день вполне себе самое то. И как вы видите, две поверхности, две разные плоскости реза имеет клинок. И резать им на самом деле сплошное удовольствие. Оно не передается словами, я не знаю, как на самом деле это вам сказать. Но представьте, что вы начинаете резать одной плоскостью, да, хлеб вот так. И вдруг вы внезапно понимаете, что у вас хлеб режется гораздо легче, чем, гораздо результативнее, эффективнее, чем вы привыкли. Потому что здесь еще и вторая плоскость подключается. Причем она режет продукт под совершенно другим углом. Ну вот как-то так. Не знаю я вам, как еще объяснить. В том числе вот эта плоскость очень хорошо подходит для реза и очень удобно для реза давлением, либо шинкованием. Это, ну вот фактически это поварской, да, ножик получается. То есть там, где у вас рукоять гораздо выше режущей кромки, и в этом случае очень удобно что-то нарезать, шинковать, либо просто передавливать. Благо для силового давления на нож очень хорошо подходит рукоять, и она такая эргономичная для этого действия. И хорошо подходит вот это вот место для приложения большого пальца с насечками на клинке и с таким вдавлением на клинке и на рукояти. И, пожалуй, что еще в разрезе клинка стоит рассмотреть его мощный кончик. Здесь кончик неделикатный, здесь кончик очень мощный. Он очень хорошо подойдет для ковыряния. Именно не прокалывания, а либо ковыряния, либо как, что я называю, пробивания. Причем, если вы посмотрите, собственно, острие находится на середине ножа, по средней линии. Поэтому им очень удобно будет что-то наковыривать на самом деле. То есть, несмотря на вычурные формы, нож вполне себе такой утилитарный. Единственное, что не очень удобно, на мой взгляд, будет делать этим ножом, так это строгать. Вот строгать, да, при таком движении будет зарываться вот этот угол в дерево. Я думаю, строгать им не будет, будет не очень удобно. А в целом, как вы поняли, нож мне понравился. Вполне возможно, я все еще нахожусь под прекрасным чувством любви с первого взгляда, поэтому был не очень объективен. Но имеет то, что имеет. На этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. Оставайтесь на канале. Всем удачи. А, кстати, ссылочку вложу в описании под видео на того продавца, где я брал этот нож на Алиэкспресс. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok